Насколько вреден глютен? Ещё несколько лет назад почти весь научный мир утверждал, что глютен белка пшеницы будет вызывать негативные последствия только у людей с редкими состояниями, такими как целиакия или аллергия на пшеницу. Но к началу 2013 года стало общепризнанным, что некоторые пациенты, не страдающие от рака, могут страдать от чувствительности к глютену или пшенице. И действительно, консенсусная группа экспертов теперь официально признаёт три связанных с глютеном состояния – аллергию на пшеницу, целиакию и чувствительность к глютену. Так какой процент населения должен избегать пшеницы? Хотя у одного из тысячи может быть аллергия на пшеницу, почти у одного из ста может быть целиакия. И, похоже, она растёт, хотя вероятность того, что американцам будет поставлен диагноз целиакия, ещё меньше, чем у одного из десяти тысяч в данный год. Насколько распространена чувствительность к пшенице? Наша лучшая оценка на данный момент в том же виде общего диапазона – чуть выше одного процента. Но всё же это потенциально миллионы людей, которые могли страдать годами, которые могли бы вылечиться с помощью простых диетических средств, но при этом оставались незамеченными и не получали помощи со стороны медицины. Хотя чувствительность к глютену продолжает приобретать медицинское доверие, мы до сих пор не знаем, как он работает или сколько глютена может перенести организм человека, обратим он или нет, и каковы могут быть долгосрочные осложнения, связанные с отсутствием соблюдения диеты. Учитывая недостаток знаний, возможно, люди с чувствительностью к глютену должны пытаться повторно вводить глютен обратно в свой рацион каждый год, чтобы посмотреть, вызывает ли он всё ещё проблемы. Причина, по которой медицинские работники не хотят видеть людей на безглютеновой диете, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо, заключается в том, что для 98% людей, у которых нет проблем с глютеном, цельные зёрна, включая зёрна глютена, пшеница, ячмень и рожь, способствуют укреплению здоровья, связанные с уменьшением риска ишемической болезни сердца, рака, диабета, ожирения и других хронических заболеваний. Точно так же, как у некоторых людей есть аллергия на арахис, но это не значит, что все должны избегать арахиса. Нет никаких доказательств того, что соблюдение безглютеновой диеты имеет значительные преимущества для населения в целом. Действительно, есть некоторые свидетельства того, что безглютеновая диета может отрицательно повлиять на здоровье кишечника у людей безглютеновой болезни, чувствительности к глютену или аллергии. Они говорят об этом исследовании, которое показало, что месяц на безглютеновой диете может повредить нашу кишечную флору и иммунную функцию, что может привести к чрезмерному росту вредных бактерий в кишечнике. Почему? По иронии судьбы, из-за полезных эффектов тех компонентов, которые чувствительны к пшенице, есть проблемы. Например, с фруктанами FODMAP, которые действуют как пребиотики и питают наши хорошие бактерии, или сам глютен, который может повысить иммунную функцию. Менее недели добавленного белка глютена значительно увеличивает активность естественных клеток киллеров, что, как можно ожидать, улучшит способность нашего организма бороться с раком и вирусными инфекциями. В качестве другого примера, хлеб с высоким содержанием глютена улучшает уровень 3 глицеридов намного больше, чем обычный глютеновый хлеб. Как ни странно, одной из самых больших угроз безглютеновой диеты может быть сам глютен. Самостоятельное назначение безглютеновой диеты может подорвать нашу способность подхватить целиакью. Гораздо более серьёзную форму непереносимости глютена. То, как мы диагностируем глютеновую болезнь, это поиск воспаления, вызванного глютеном у больных глютеновой болезнью. Но если они не употребляют много глютена, мы можем пропустить эту болезнь. Следовательно, вместо того, чтобы сидеть на безглютеновой диете, мы хотим, чтобы подозреваемые на целиакию сидели на глютеновой диете. Мы говорим о 4-6 кусках хлеба с клейковиной в день, каждый день, по крайней мере месяц, чтобы мы могли окончательно диагностировать болезнь. Почему так важно получить официальный диагноз, если вы уже находитесь на безглютеновой диете? Ну, это генетическое заболевание, так что вы будете проверять семью. Но самое главное, что многие люди на безглютеновой диете на самом деле не сидят на безглютеновой диете. Даже 20 частей на миллион могут быть токсичными для человека с целиакией. Многие на так называемых безглютеновых диетах по-прежнему употребляют глютен. Иногда происходит загрязнение продуктов, не содержащих глютен. Поэтому даже продукты с маркировкой «безглютена» могут быть небезопасными для больных целиакией. Вот почему мы должны знать. Ирония, изданная в известном медицинском журнале в том, что многие пациенты с глютеновой болезнью не знают своего диагноза. А миллионы людей, страдающих глютеном, исключают глютен из своей жизни, что можно считать фарсом общественного здравоохранения. Продолжение следует...